Я хотела бы обратить ваше внимание исключительно на практические моменты и эффективной организацией работы департаментов, которые взаимодействуют органами власти. Я 1996 года, после того, как была депутатом Верховного Совета Российской Федерации, депутатом Государственной Думы из дальнего региона нашей страны, из города Нового Уренгоя, где работала, начальником юридического отдела Уренгоя Газпрома, пришла работать в Газпром именно по организации вопросов взаимодействия с федеральными органами власти. Правильно коллега сказал, что в тот период, 15 лет назад, никто еще его не называл жар-департаментом, никто еще не знал, каковой методика и принципы организации этой работы. То есть мы эту работу делали так, как хотели делать для того, чтобы окончательный результат был полезен нашей компании. Первый вопрос, который я хотела бы поставить для себя и для вас, как построить эффективный департамент по работе с государственными органами власти. Она может быть эффективной только в том случае, если в компании удастся убедить не только работников этого департамента, но и весь руководящий состав компании, что это такая же приоритетная задача, стоящая перед компанией, как его основная деятельность. В Газпроме это ставили так, что если мы эту работу плохо будем делать, то добывать и продавать газ будут другие. Исходя из этого, мы организовывали эту работу. И организовываем сейчас. В настоящее время я работаю уже несколько месяцев назад. С другой стороны баррикады, как говорится, перешла на государственную должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель представительства при правительстве Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. Но первым делом, что я сделала в собственной структуре представительства, создала жизнедеятельный орган, отдел по взаимодействию с федеральными органами власти. Я считаю, что это очень важная работа. С чего состоит практическая работа по обеспечению приоритетности этой задачи внутри компании? Я, совершенно нигде не прочитав собственными наблюдениями, пришла к тому, что мы уже, наверное, последние 10 лет два раза в год издаем приказы руководителя компании об организации рассмотрения законопроектов, касающих уставных интересов общества. Исходя из плана законопроектной работы Государственной Думы, из плана законопроектной работы правительства Российской Федерации, исходя из тех информаций и сообщений, которые мы имеем из министерств и ведомств на предстоящие годы. В этом приказе, я его специально принесла, если желание будет обрадеть, такое посмотреть, обязательным условием является перечень всех законопроектов, которые хотели бы мы рассмотреть и которые могут касаться интересов нашей уставной деятельности. Сделали мы это так, что, во-первых, почему? Управление по работе с федеральными органами власти или департамент по работе с федеральными органами власти это небольшой участок работы в компании, и у него нет полномочий по статусу непосредственно обращаться к любому руководителю компании от своего имени. А в связи с тем, что работа абсолютно оперативная, то есть бывают случаи, что в течение месяцев ждать некогда, нужно будет принимать решение на уровне руководства компании в течение трех дней. И если пойти по сложившейся протокольной линии, то мы не успеем сообщить руководителю, он не успеет сообщить нам свое решение. В связи с этим я приняла решение за каждым законопроектом, который, на наш взгляд, будет касаться интересов, уставных интересов нашей компании. Мы в этом приказе закрепляем ответственного топ-менеджера заместителя председателя правления, ответственным за рассмотрение данного законопроекта. И тогда у меня есть реальная возможность, получив, например, изменение в федеральный закон об естественных монополиях, не писать 10 писем, а я напрямую обращаюсь к заместителю руководителя компании, говорю, что за вами закреплен этот законопроект, прошу вас организовать изучение данного законопроекта, подготовить замечания и выделить специалистов и экспертов для работы в рабочих группах, на пленарных, на комиссиях, комитетах, Государственной Думы, правительства, в министерствах, ведомствах. И он это делает, потому что это ему поручено приказом руководителя компании. Чтобы себе еще раз осложнить работу, но при этом как-то получить более эффективный результат от этой работы, то есть приказ, чтобы не оставался приказом, я для себя придумала еще одну работу. Составление отчета, как моя обязанность по приказу, а выполнение этими руководителями компании своих обязательств по данному приказу. И не поленившись, мы делаем большие отчеты два раза в год на имя руководителя, где пишем, руководитель, ваш заместитель по вопросам экономической политики, не участвовал в работе таком-то, таком-то, в связи с этим наша поправка такая-такая-такая-то, не получила поддержку. И такой отчет направляем на имя председателя правления, на имя председателя совета директоров компании и всем руководителям. Работа осложняет жизнь, потому что ты тоже обязан контролировать каждый законопроект, каждое участие, каждое парламентское слушание, каждое заседание правительства, но очень организовывает и дает нам возможность показать свою работу, что мы делаем полезную работу, от которой может быть экономический эффект. Еще один момент, на который хочу ваше обратить внимание, вы специалисты, вы, наверное, это тоже понимаете, что ежегодно при составлении плана работы совета директоров, а совет директоров «Газпрома» — это практически половина правительства Российской Федерации, мы обязательно включаем туда свой вопрос. Нам тяжело, нас будут проверять, мы будем уставать, представлять информацию, но мы это обязательно делаем, потому что потом будет результативное решение совета директоров об организации этой работы в дальнейшем. Я, например, в прошлом году настоятельно попросила, и совет директоров рассмотрел вопрос о нормативно-правовом обеспечении газоснабжения в Российской Федерации. То есть все вопросы, которые касались, начиная от недропользования, землепользования, магистрального трубопроводного транспорта, цен, тарифов, штрафов и другое, мы доложили в совет директоров. И совет директоров принял свое решение, обязывающий все руководство «Газпрома» и министров Российской Федерации, членов совет директоров, заниматься этой работой. И это нам дает почву в дальнейшем от своего имени более активно проводить эту работу. Поэтому я за многие годы работы пришла к такому выводу. Если мы будем себя жалеть или заниматься разовыми поручениями сегодняшнего дня, то мы не сможем обеспечить себе такой статус, когда нас будут ставить наравне со всеми другими ведущими структурами компании, как финансовыми департаментами, департаментами по производству, по добыче и тому подобное. То есть чтобы нас видели, чтобы мы знали, что от этой работы может получиться очень хороший эффект, а эффективность мы считаем в отчете, говоря, что мы подготовили и сделали, в связи с этим вот это получилось, вот это получилось, вот это получилось. И получаются очень убедительные вещи, которые руководство видит и, в общем-то, принимает в оценку. Далее, как использовать возможности общественных организаций и средств массовой информации в решении тех вопросов, которые нуждаются в разрешении на данном этапе нашей хозяйственной деятельности. Я считаю, что ни сама компания, ни его департаменты по взаимодействию с федеральными органами власти не могут от своего имени требовать от федеральных органов власти или рекомендовать органам федеральной власти, использовав наше предложение, принять решение. Это явление, во-первых, некрасивое, во-вторых, недопустимое, а во-вторых, это малоэффективное. Один раз решишь, а пять раз они тебе откажут. В связи с этим я в своей практике приняла как за систему использования возможностей трибуны общественных организаций, которые или нами с нашим участием созданы, или к нам хорошо относятся. Российское газовое общество, которое существует 10 лет, практически все вопросы, касающиеся деятельности газовой отрасли, принимает как свое родное. В связи с этим все вопросы, которые возникают на международном уровне, все вопросы, которые возникают внутри страны по отношению развития газовой отрасли, мы стараемся решать сначала, огласив это через трибуну российского газового общества. Я считаю, что это очень эффективная работа. Несколько, два, три примера. Сложилась ситуация, когда нас начали обвинять в Европе, что у нас нет возможности добычи столько таких объемов газа, на которые мы заключаем долгосрочные контракты. Что у нас нет такой трубы, которая могла бы безоговорочно выполнять контрактные обязательства на будущее. В связи с этим, пять лет назад, вот уже пятая прошла конференция, мы договорились с Российским газовым обществом, и, в общем-то, наш департамент, наше управление провели первый международный форум, который назывался «Россия-Евросоюз. Газовый аспект». Было не очень много людей на этой конференции. Практически федеральных чиновников высшего класса европейских стран вообще не было, а те даже, которые были, не особо внимательно к нам прислушивались. Следующий год данное мероприятие прошло на более организованном уровне, потому что все поняли, что есть возможность повлиять на разрешение ситуации через эту конференцию и общение между партнерами с учетом всех недоразумений, которые пишут, о которых нельзя договариваться между руководителями крупных компаний во время маленьких коротких переговоров. Последние два года, 2009-2010 годы, а мы это проводим всегда в одно и то же время, в мае месяце, 24-23-24 мая, 5-й международный конгресс, 450 делегатов из 35 стран Европы и все первые руководители 35-38 энергетических компаний Европейского Союза и стран Европы. То есть мы достигли такого уровня, когда эту конференцию воспринимали как рабочий стол переговоров для дальнейшего развития взаимоотношений между нами и нашими партнерами в Европе. И мы обязательно к этой работе привлекали всех заинтересованных депутатов, членов Совета Федерации, министров, заместителей министров практически всех ведущих министерств присутствуют на этом заседании. Я считаю, что традиционно эта работа теперь стала уже как попутный, очень эффективный рабочий орган, решающий конфликтные ситуации, возникающие между поставщиками и потребителями газа Европы и России. Такие же проблемы, вы, наверное, если я только о себе говорю, потому что решила только поделиться опытом. Вот южный поток, северный поток, может быть, даже слышали громадное количество проблем, которые возникли у людей, которые не хотели бы, чтобы эти газопроводы были построены что на севере, что на юге. Что я делаю? Договариваемся опять с Российским газовым обществом и с Европейским газовым союзом и привозим в Россию сначала в Санкт-Петербург всех парламентариев, вернее, парламентариев всех стран, которые заинтересованы в рассмотрении вопроса строительства трубопровода по Балтийскому морю, на дне Балтийского моря. Где-то 13 стран прибыли в Санкт-Петербург. Мы два дня, не скрывая всех недостатков и привилегий этого проекта, рассказали все, что мы имеем, что мы хотим и что мы уже сделали. А на следующий день мы их увезли на Ямбург, показать, какие экологические проблемы, о которых пишут, не соответствуют действительности, где у нас газ, сколько его там, и сможем ли мы обеспечить непрерывную работу этого газопровода в ближайшие 50 лет. Я вам скажу, что трехлетний тормоз, который делали парламентарии, в основном, прибалтийских стран, разрешился в течение двух недель, потому что там депутаты прибыли, там от 5 до 13 человек участников этой встречи. То же самое мы сделали по Южному потоку. Когда Черноморская ассоциация и ПАСЭ проводили в Москве свою встречу, мы попросили желающих парламентариев во главе с нашими парламентариями выехать опять в районы Крайнего Севера места добычи наших газовых месторождений и пробыли там в течение двух суток, просмотрев все интересующие их вопросы. Я считаю, что многие вопросы, которые задавались через печать, через парламенты, через правительство, в эти два дня были обсуждены и получены ответы. Да, работа, которая требует много внимания и затрат личного времени. Да, работа, которая заставляет нас делать эту работу, уговаривая, чтобы это случилось, но это дает эффект. Я считаю, что все работы, которые делаются департаментами по взаимодействию с федеральными органами власти, если она строится как решение сиюминутных задач с большими усилиями в течение месяца, двух месяцев, полгода, не дает хороших результатов. Работа должна быть системная, на долгую перспективу. И для меня вот, мне говорят, сейчас это зачем, мы сейчас этим не будем заниматься, но через год, когда мы этим начнем заниматься, а мы знаем, что начнем, нам не будет времени доказать всем и показать всем, что вот здесь хорошо, а вот здесь не очень хорошо. Поэтому я строю свою работу на перспективу, исходя из принципа «вода точит камень» или там капля камень точит. И тогда есть результат. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ